Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Уз присоединяется к нашему эфиру. Иван, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро, студент. Доброе утро, телезрители. Иван, ситуация с российской нефтью меняется. Вот уже те игроки, которые еще относительно недавно, совершенно свободно покупали им российскую нефть, постепенно отказываются от этого. Ну, первый главный вопрос, почему это происходит, насколько это является настоящей тенденцией, или все-таки исключительно редкими случаями, и как это может повлиять на российскую экономику, которая сегодня в основном сосредоточена на том, чтобы производить смертоносное оружие? Действительно, углеводороды, это две трети российского экспорта, еще, по крайней мере, в 22-м были году, и я не думаю, что сейчас, когда будет данное по 2023-му, что-то изменится. Но единственное, в чем я не совсем согласен с сюжетом, который был в подводке к интервью, это о том, что Россия придумала схему по поводу Индии. Там как раз наоборот. Индия воспользовалась ситуацией, в которой оказалась Россия, и сказала, что окей, мы будем у вас покупать нефть, но раз уж вы говорите, что вы не хотите торговать в валютах недружественных, как вы говорите, страну, окей, мы будем вам платить в наших рубиях. И, по сути, Россия оказалась заложником ситуации, когда Россия действительно увеличила существенно продажи. Если в 2021 году экспорт российской нефти в Индию составлял порядка 8 миллиардов долларов, то уже в следующем 22-м это было 42 миллиарда доллара. Но есть нюанс. В долларах мы это говорим, потому что принято мировую торговлю считать доллар США, по факту это были индийские рупии. Индийские рупии находились, собственно, в Индии. На их корсчетах российских компаний, но именно в Индии. Они не покидали страну по той простой причине, что для этого нужно разрешение Центрального банка России. Там где-то... ой, Центрального банка Индии, извиняюсь. Где-то какая-то сумма действительно уходила, но, опять-таки, у России были на руках рупии. И Россия не знала, что с ними делать. Россия предлагала Индии, давайте будем торговать в юанях, но Индия не хочет торговать в юанях. Тогда была идея с Арабскими Эмиратами, с Дирхамами, но тут тоже возникли проблемы. И в данном случае, как раз, проблема очевидна, потому что, как только у России возникли проблемы с продаванием своей нефти в Индию, то Эмираты сказали, окей, мы можем свою продать в Индию, а не российскую. То есть, на самом деле, Индия пользовалась ситуацией. Более того, Индия просила того, что в своей валюте, так еще и скидки. Как только Россия не смогла обещать Индии скидки, Индия сказала, окей, все, мы у вас не покупаем нефть. Мы у вас покупали ее не потому, что она такая хорошая, а потому, что были хорошие скидки. Если вы скидки не даете, все, мы с вами не торгуем. И вот эта ситуация, где сейчас находится Россия, плюс, опять-таки, не надо забывать, что Индия, крупнейшая по населению страна в мире с прошлого года, она все-таки имеет свои отношения со странами коллективного Запада по той простой причине, что у Индии, по сути, только один есть конкурент, это Китай. Более того, они граничат с Китаем и имеют реальные претензии, что гипотетически может привести к военному столкновению. Индия просчитывает геополитические риски, понимает, что в случае конфликта с Китаем ей нужна будет поддержка, поддержка со стороны вот того самого коллективного Запада, то есть США и Великобритании. Соответственно, идти на конфликт с ними Индия не хочет. И Индия ищет свое, скажем так, место в этой политической игре, где она уж явно не собирается помогать России, и при этом, при том, что она сохраняет свою политику, при том, что она получает дешевый, нет, но при этом она хочет иметь нормальные отношения с США и Великобританией, соответственно, будет свою политику строить, исходя из этих соображений. Иван, а вот большое спасибо, во-первых, что вы так четко объяснили этот кейс с Индией, но история именно с этим государством, это такой отдельный случай, отдельный аспект? Или же мы можем говорить, что пример Индии означает некую вообще тенденциозность относительно взаимоотношений разных государств и самой Российской Федерации, как вы считаете? Ну, Индия, она как крупная страна, но это, по сути, пример тенденции, когда страны торгуют с Россией не потому, что хотят ей помочь, а потому, что они видят, что это приносит им прибыль, и они готовы покупать у России нет, когда Россия дает за это скидки. Как только они видят, что Россия не готова давать скидки, все, они не собираются с Россией торговать, потому что тут возникают риски отношений с Западом, потому что, вот знаете, хороший пример, еще одна страна, это Китай, да, безусловно, но Китай крупнейшая экономика, но при этом Китай очень сильно боится финансовых санкций, поскольку что бы там не было, а для Китая куда важнее отношение с США и Великобританией и с Европейским Союзом, чем с Россией. Турция тот же пример, вот еще одна страна, когда, да, они готовы покупать по дешевке российскую нефть, и при условиях выгодных им, но как только они видят, что эти условия не столь выгодны, что Россия не дает эти скидки, то и Китай, и Турция, они так же, как и Индия, стараются, скажем так, минимизировать контакты и объясняют это тем, что, ну, вы знаете, есть риск санкций, вот там Байден подписал указ о том, что будет исследовать отношения и, как бы, банковской системы, скажем так, с Россией, и в случае возникновения проблем, возможно, санкции. Мы этого не хотим, поэтому мы от этого будем отходить, и мы будем минимизировать контакты с вами. Вы назвали Китай, назвали Турцию, но в этом списке может появиться еще ряд государств, в частности, довольно неожиданных, например, Тайвань. Дело в том, что The Insider и The Reporter провели собственное расследование, и оказывается, что Россия до сих пор, несмотря на санкционный режим, введенный в отношения этого государства из-за войны, развязанной России против Украины, получает станки для металлообработки из Тайваня. Что вам известно об этом? Каким образом это происходит? Куда смотрят те, кто должен отслеживать соблюдение санкционного режима? А на самом деле, вот эта история с Россией продемонстрировала неполную, скажем так, эффективность механизма санкций из-за того, что не все готовы его соблюдать. Тот же Тайвань, для которого, кстати, история войны России и Украины, это не только история где-то там происходящая, это история, которую они перекладывают на себя. Как сказала Ники Хейли, кандидат в номинацию от республиканской партии, Тайвань очень тщательно следит за вот этой войной России против Украины по той простой причине, что Тайвань понимает, что в случае успеха России в той войне, следующей это будет война, собственно, Китая против острова Тайвань, ибо Китай неоднократно заявлял, что хочет вернуть под свой контроль этот доступ. Соответственно, здесь, конечно же, геополитически Тайваню это не совсем выгодно, имея в виду торговля с Россией, но все-таки экономические интересы, они присутствуют. И вот эти самые экономические интересы, они влияют на то, что Тайвань пока еще нормально, скажем так, извлекает определенную прибыль из России, и здесь мне все больше напоминает вот эта ситуация, известное высказывание Ленина о том, что мы повесим капиталистов на той веревке, которую они же нам сами и продадут. То же самое Тайвань. То есть Тайвань, понимая, что победа России приведет к тому, что Китай заходит в Тайвань, из-за того, что все-таки хочется заработать, помогают частично России, и тем самым приближают, как, ну, скажем так, нам того не хотелось, на риск, какой есть, победу России, а, соответственно, и приближает момент, когда Китай восстановит контроль на адулстровом Тайвань. Вот, как раз бы еще один момент затронуть, опять-таки, отталкиваясь от этого самого расследования The Insider и The Reporter относительно так называемого параллельного импорта. Вот говорится о том, что этот самый параллельный импорт чаще всего происходит через Турцию или Китай. Вот, ну, с этими странами вот их позицию мы неоднократно обсуждали, а кто-то еще помогает Российской Федерации в том самом так называемом параллельном импорте? Ну, смотрите, все-таки страны Средней Азии также частично увлечены в этом. Есть вопросы к Кавказу, к Армении, частично, кстати, Грузии. Даже, вот, казалось бы, Мальдивские острова не самая, скажем так, ведущая торговая страна в мире, но, тем не менее, именно Мальдивские островы были увлечены в том, что через них поступает большая партия микрочипов, важную для российской военной промышленности. То есть, Мальдивские острова тоже являются игроком в этой игре. И даже говорилось о том, что в 2022 году Россия увеличила количество авиалиний, авиарейсов между Мальдивами и Россией, не исходя из того, что много туристов ездят, а исходя из того, что надо получать вот эти самые микрочипы. То есть, тут еще, кстати, надо будет изучать вопрос Японии, потому что мне кажется, что там тоже какие-то торговые процессы происходят, поскольку Россия покупает, продает, вернее, извиняюсь, Россию, Индию, Японию много ресурсов. Поэтому тут варианты могут быть неожиданными, это при том, что Япония – это страна большой семерки, это страна, которая, опять-таки, не заинтересована в поддержке России, как и, кстати, Южная Корея. Но здесь единственное, что я не готовы обвинять их в параллельном импорте, я думаю, что как раз ни Южная Корея, ни Япония в этом не помогают, а просто торгуют с Россией. Еще какие варианты могут быть? Ну, тут надо смотреть еще африканские страны, ну и, конечно же, Ближний Восток, те же Объединенные Арабские Эмираты, которые сейчас в БРИКС вошли. То есть, на самом деле, достаточно все страны, которые все еще, как говорится, не определились, и на которые еще надо давить к активному Западу. Иван, спасибо большое. Спасибо за то, что озвучили ваши видения ситуации. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, Максим!